Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылку с позывной Радио Тройка Павел Леонид Николай. Буквально 29 числа позавчера обновил антенное хозяйство, установил антенну УКВ на 2 метра и поменял антенну АДСБ. Раньше, может быть, помните, я, кажется, показывал, как это все выглядит, на удочке висели две антенны, диполь на диапазон 100 МГц, то есть троечный на прием вещательных станций, и граунд-плейн, полноразмерный, так сказать, ну, точнее, четвертушка, граунд-плейн для приема АДСБ-сигналов. Вот сегодня поговорим немножечко про АДСБ-сигналы, про радар-спотинг, плейн-спотинг, и, соответственно, немножечко послушаем радиолюбителей с двумя новыми антеннами. Что из себя представляет плейн-спотинг? Существует несколько компаний, компаний, крупных компаний, которые занимаются непосредственно поставкой данных в аэропорты и диспетчерские службы. Данные эти берутся у энтузиастов, типа меня, вот не поверите. Любой желающий может установить у себя антенну, смотрящую куда-то в небо. На хорошем месте это будет вообще замечательно. Ну, в принципе, принимаются любые данные, лишь бы они были достоверны и достаточно хорошо поступали, достаточно регулярно. Вот. Понадобится для этого любой абсолютно вычислительный центр от Raspberry Pi, чуть ли не первой версии, и до хоть вашего рабочего персонального компьютера. Это не принципиально. Антенна и простейший RTL-SDR-свисточек. Это уже более чем достаточно. Flightware я выбрал только потому, что они присылали, если ты хорошо поставляешь данные, они присылают абсолютно бесплатно готовый комплекс. Антенна, кабель выбираемой длины, ну, вот я выбрал 10, что-то поскромничал, надо было брать все 15, и у меня антенна и прямо вот до приемника тянулась бы прям целиком готовой в заводском исполнении кабельная сборка. Вот. Ну и, соответственно, Raspberry Pi в корпусе и с Wi-Fi антенкой, то есть все очень красиво, и свисточек там внутри, все очень хорошо сделано, и прямо вот очень приятная такая штука. Вот. То есть отличное, отличное решение. Вот поставил и забыл. Вот я поставил его и забыл. До тех пор, пока не приспичило вот обновить антенное хозяйство, вот я про него даже не вспоминал. Заходишь вот так вот просто и смотришь. Раньше, ну, сейчас обо всем поговорим, но вот раньше на четвертушку у меня работало, ну, вот максимум где-то 200 километров. Было хорошо, если был более-менее уверенный прием, и при этом я не видел самолеты низколетящие уже. Вот, например, вот такой вот, идущий на высоте 2,5 километра. Вот этот самолет, вот этот. Над Серебряными прудами над Новомосковском. А, это уже не Новомосковский, это где-то Венев, я так понимаю, над Каширой, да. Вот Венев, вот Кашира, вот куда-то туда. Вот здесь проходят у нас трассы. Трассы. Значит, вот по этим трассам самолеты и летят. Это очень хорошо видно, за этим очень интересно наблюдать. Ну, вот эти самолеты я бы уже не видел. Благодаря тому, что я поднял антенну, я все вижу теперь очень и очень хорошо. Причем, вот видите, да, Воронеж отлично заметен. Полностью перекрыт Орел. Полностью перекрыта, почти полностью перекрыта Калуга, это Москва, во всяком случае, южная часть Московской области. Вот видно, как самолеты заходят на посадку, уходят с аэропорта. Вот. Над Рязанью, ну, летают только рейсы восток-запад. Ну, над Калугой, над Тулой, надо мной, в частности, вот видите, да, как-то трассы меня обнимают. Вот тут Плавск находится. Вот. И самолеты здесь тоже проходят. Вот этот пройдет над Плавском, например. А вот эти все, вот они, трассы, идут вот в районе Новомосковска, вот по границе областей, вот видите. И туда через Липецк, Липецк тут на Воронеж кто-то садится. Иногда, ну, иногда, два раза в сутки можно увидеть, как взлетает и садится самолет на юг или на... Ну, куда-то на юг, в общем. Кажется, не то Сочи, не то Крым. Из Калуги вот пока это единственный рейс. Ну, не интересовался что-то в последнее время. Надо посмотреть. Может быть, какие-то рейсы с Калуги добавились. Вот. Но, тем не менее. Теперь, после обновления антенны фидерного хозяйства, я отлично и четко принимаю сигналы гарантированно уже в радиусе практически 300 километров. То есть, вижу почти все. Вот. То есть, это выше, чем среднестатистическое ожидание от вот такой вот наземной станции слежения за самолетами. Вот. Потому что гарантированно вы примете сигналы вот в радиусе 200 километров. Ну, я до Москвы не достаю. Я живу дальше. Вот. Получается, что вот в этом районе я только уверенно принимал более-менее сигналы. Реально уверенно в радиусе где-то 150 километров. Ну, а теперь смотрите, насколько все увеличилось. Да. Если мы перейдем на страницу статистики вот уже непосредственно на сайте Flight.tv в личном кабинете. Вот видно. Вот, кстати, когда я устанавливал антенну, вот вечером устанавливали, вот она была снесена. А, тут... А, ну да, все. Вот вечер, да, видите? Вот здесь вот плотненько идет сигнал, и плотненько сигналы идут. А вот здесь вот они вот пропадают. Вот в эти промежутки, вот в эти два часа, действительно, вот в 17... 19-20 часов, вот где-то так вот 4 часа, он у меня был... Ну, видите, переключение произошло очень быстро, но тем не менее. Вот, то есть где-то часов в 7-8 вечера я снова включил все устройство обратно. В чем приколюха получилось? Если посмотреть на статистику, да, вот мы видим. Лучшее время, вот когда в марте вроде как какие-то ограничения были сняты, было достаточно большое количество рейсов. Вот с 1 марта пошли, 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 пошли рейсы, достаточно много самолетов стало летать. Очень круто. Потом все это потихонечку заглохло. Вот, видите, ко второй половине. Вот. Практически вот перестают летать снова самолеты с МЛАД, то есть вроде как военные какие-то. Они то активизируются, то не активизируются. Потом опять пропадают, потом опять появляются. Ну вот, ну происходит западение какое-то к концу месяца. Но штука в чем? Вот смотрите. Да, вы видели? 80 тысяч... А, ну вот было вот один раз, вот когда вот сняты были ограничения. Прям вот, прям много-много. 6 марта было самолетов. Да, вот 83 тысячи максимальные, вот насколько я вижу, за март только. Количество позиций было передано на сервер. Вот 77 еще есть. Ну вот да, до 80 тысяч. В среднем вот 60, можно сказать. Да, вот где-то 70, где-то 50, 50, 50. Вот, ну, 60-65 тысяч. Вот, 66 тысяч. Да, потом происходит разного рода западение. Вот эти вот 23, вот 57 тысяч. Мало самолетов летало. О, статистика обновилась как раз. Да. И вот так вот, да. А теперь смотрите, бах. Обновляем антенное устройство. Ставим антенну новую. Вот 29 вечера можно не учитывать. Пигак. И видите, насколько резко меняется картина. То есть, прием стал увереннее процентов на 40, наверное, на 35, 50. Где-то так вот в этом диапазоне. То есть, уже за 90 тысяч количество позиций. То есть, ну, значительно повысилось качество приема. Приемник остался тем же самым. То есть, Flight Feeder. Вот это готовое устройство приемное. Вот. И изменилась только антенна. Изменился кабель, соответственно. Длина, высота антенны. И сама антенна поменялась. Там антенна коллинеарная. И которая еще, вроде как, она более-менее умеет резонировать. Еще и на частоте GPS. Ну, вот. Поэтому я абсолютно точно теперь знаю, что у меня 256 метров над уровнем моря. Плюс 9 метров от уровня земли антенна стоит. А DSB. Вот. Вот так. То есть, вот можно видеть, что за последние 24 часа, да, вот раз. Оп. Есть даже вот сигнал за 400 с лишним километров. Но оно и раньше было. Но вот для сравнения, смотрите. Вот зона абсолютно уверенного приема. Это уже вот до 240 километров. Понятное дело, что где-то у меня есть строение. Где-то просто самолеты не летают. Ну, вот она. Трасса проходит вот так вот. Вы сами видели, да. То есть, если смотреть на карту. Вот она. Проходит трасса. Понятное дело, здесь очень много самолетов. И вот здесь вот в этой зоне достаточно много самолетов. Переходим. И видим, да. Вот, ну, здесь у меня вот как раз дома стоят. Вот здесь вот у меня стоят дома. Вот. А здесь у меня вот практически открыт горизонт. Особенно вот в этом направлении северо-восточном. У меня полностью открытый горизонт. И вот здесь вот, вот в этой вилке я принимал чуть ли не до 600 километров. Но вот сейчас не видно этого. Но над Владимиром, над Владимиром я даже принимаю сигналы самолетов. Вот смотрите, раз, вот опять вот Обнинск, да, это север Московской области получается. Ой, север Калуги и запад Московской области. Вот. Почти на Смоленщине принял. Вот. Ну и Курск, Воронеж, вот оно все. Вот Липецк, Рязань, понятное дело. Все это очень хорошо перекрыто. Все это отлично. Вот нет, к сожалению, рейсов вот таких вот дальних. Но тем не менее. Вот 220 километров. Вот горизонт у меня открыт. Вот все, что я вижу, вот оно есть. Это здорово. Это здорово повысило мои наблюдательские способности. Ну и для сравнения, вот это вот сейчас, да, вот как оно есть. Давайте посмотрим, сколько тут. Вот. До 1000 позиций. Вот, пожалуйста. Это за последние 24 часа, еще раз напоминаю. 967 позиций на северо-восток строго. До 400 километров. Ну вот если мы посмотрим вчера. Вот был трафик, да, вот они, они. Были какие-то позиции, вот они еще. То есть были засечены самолеты на расстоянии более 400 километров. Вот еще, да. То есть вот она, более-менее вот уверенное покрытие, конечно, появилось здесь. А теперь переходим на любой день, когда у меня не было еще вот этой хорошей антенны заводского исполнения. Какого там числа, 6-го, кажется, много самолетов летало. Ну, для сравнения. Оп. И видно, что круг уверенного приема снижается, сужается, заметно сужается, да. Вот. Ну, здесь какой-то самолетик, понятное дело, засекся. Ну вот. Отсутствуют вообще какие бы то ни было поползновения. Если у меня в радиусе вот до 400 километров, ну вот только несколько, несколько кружков, да, и все. То здесь, вот еще раз, для сравнения, 24 часа. То есть все, уверенный прием у меня значительно улучшился. Поэтому, да, действительно, высота установки антенны, это лишнее подтверждение этому. Высота установки антенн, особенно на УКВ, это первостепенное значение. Ну и, конечно, как она смотрит в горизонт, безусловно. Вот они, вот, вот они, вот они, вот они. Они появятся также у меня на странице статистики уже в следующем часе. Вот, смотрите, вот видите, да, над Ельцом, где-то там в Липецкой области, этот самолет совершает маневры, вот откуда он вышел. И понятно, был засечен, включился уже за границей. Ну, точнее, вот при влете в Тульскую область, вот он включил свою систему. До этого я его не видел. Но, на самом деле, он высоту набирал, вот видим. Сейчас он идет 10 тысяч, но это какой-то маленький бизнес-джет. Вот тут, к сожалению, не видно. Вот так, то есть, ну, очень много интересных самолетов. Вот посмотрим, да, раз голландские, если мне помню. Да, Нидерланды. Вот, голландский самолет куда-то идет, видите, он взлетел тоже откуда-то из Москвы и идет куда-то на юга. А может быть, просто совершает какой-то маневр такой. Ну, скорее всего, летит куда-то на юга. Может, в Турцию, может, еще куда-то. Вот, то есть, практически все можно увидеть. Вот, до меня у него 60 километров. Я его вижу хорошо, четко, уверенно. А принял, вот, если смотреть по цвету, да, вот, например, вот этого самолета. Смотрим, высота всего лишь 6 тысяч. Ну, вот, можно смотреть вот сюда, на расшифровку легенды. Вот, можно смотреть вот сюда. Вот, самолет уже начинает заходить на посадку. Высота 2100. То есть, вот, по расстоянию, вот, как до Серпухова, да, то есть, на расстоянии 150 километров, на высоте 2 километра я вижу самолета. Хорошо и уверенно. Вот этот тоже идет на посадку, вот он снижается плавно, постепенно. То же самое. 3 километра и снижается, вот, значки есть. Набирает высоту или снижается. Все данные в реальном времени обновляются. Вот, видите, оп-оп-оп, пошел на снижение самолет. Это вот ему диспетчер сказал, что вы подходите. Вот он, он совершил разворот где-то там, на Мценском или где-то здесь. Да, вот, и начинает маневр захода куда-то там. Вот, осуществляет подход. Вот. CIA, кто бы это ни был, что это за флаг. Сингапур. Вот, Сингапур. Дальний международный рейс. Что это у нас такое? 9 В, непонятно. Давайте посмотрим, куда он идет. Давайте посмотрим, куда идет. Вот, можем посмотреть. Вот у меня корпоративный доступ такой. Вот, могу посмотреть. Во, охренеть. Вылетел из Нью-Йорка. И, видите, летит надо мной. Вот такой вот самолет из международной Джона Кеннеди. А летит в Чианге, в Сингапур. Ну, вот. Длительный-длительный перелет. И вот, видно, да? Вот зеленые, зеленые фрагменты траектории, вот эти вот. Это то, где за ним следили другие станции, такие же, как моя. Вот раз, и все. Вот где он там, ну, севернее Ньюфаундленда он прошел. Все, нет. Здесь следил, вот кто-то, видите, да? Значит, где-то в Гренландии находится, вот тоже стоит станция. Вот как-то вот вокруг вот так вот он принимает. И вот палит эти самолетики. Вот. Снова раз он подлетает к Исландии, да? Значит, где-то возле Рикьявика есть еще станция тоже. Опа, спалился, да? Потом опять совершает какой-то еще вот маневр. Раз, и бог, тут где-то вот тут из Королевства или там в Норвегии, или вот что это? Ну, наверное, Норвегия тоже. Вот. Оп-оп-оп. И вот все, вот весь путь, который он проходит над достаточно населенными районами, он хорошо палится. Это вот, собственно, его маршрут, вот этот обрисован, вот пунктирная линия, это его запланированный маршрут. Но вот здесь, видимо, ему сказали, что, братан, ну-ка, давай-ка ты соверши вот такой хитрый маневр. Вот. Чтобы обойти какую-то там. Вот. Ну и вот видно, вот, самые оживленные трассы. Вот они, они. Москва. И видите, да? Вот они прям... Вот, вот так. Можно следить за всеми абсолютно самолетами, вот, ну, имея доступ. Это если вы передаете какие-то данные. Ну, точнее, если вы являетесь начальником станции наземного слежения. Мне вот почему-то нравится такой вот подход. Ну, а теперь немножечко про УКВ. Антенну я поставил 2,5 восьмых. Конструкция очень известная. 2,5 восьмых, это граунд плейн длиной 5,8. Два соединенных с фазированной решеткой, с фазированной фазирующей катушкой. Два вибратора длиной по 5,8. Ну, понятное дело, с эффектом укорочения физического и электрического удлинения, благодаря, собственно, влиянию этой же самой фазирующей катушки. Вот. Общий размер антенны где-то 2,5 метра. Нижняя колена антенны полтора приблизительно, чуть меньше. Верхняя примерно 1300. Ну, с учетом вот этого штырька, который вставлен в верхнюю... В верхнее колено в трубочку, получается где-то, да, там, 1270, наверное, 1280 миллиметров. Вот. И полуметровый, 4 полуметровых противовеса. Вот и все. Безо всяких согласующих устройств, без ничего, там, никакого балуна. Ну, хотя стоило бы, наверное, некоторое количество ферритовых каких-нибудь трубочек-колечек натянуть. Ну, просто для того, чтобы избавиться от шумов. Ну, вполне себе неплохо работает. Удалось провести... Ну, вот можно увидеть, да, я живу вот здесь, вот точка стоит. Мне удавалось провести связи с Валово. Валово находится вот где-то вот здесь. И с Новомосковском находится вот здесь, да. Тулу, то есть Щекина какой-нибудь там... Суворов, в принципе, я бы услышал, наверное. Я должен слышать Орел прекрасно. То есть вот в радиусе приблизительно 100 километров я, в принципе, очень даже неплохо слышу радиолюбителей. И вот, пожалуйста, для примера фрагмент радиообмена между Северо-Задонском и Валово. При этом я от них нахожусь еще более-менее на одинаковом расстоянии, тоже на некотором удалении. То есть слышно все очень даже замечательно. Ну, вот смотрите сами. Ну, я сейчас опять на полтенник перекручил. Вот так вот пускай будет на приеме. Ну, да, но вот по СИИ работает, мешает здорово. Ну, нет, там с малой мощностью. Сейчас на обзорную перейду. Вот, перещелкнул на обзорную. Сейчас ты у меня на плюс почти 60 прием. Не знаю, 50 ватт сейчас. Вот, ты у меня идешь 10 децибел почему-то. Не, я имею в виду, когда на полную ты даешь, вот в этом положении должно быть... Сколько я тебя принимал? 58. Ну, смотри, вот первое, вот второе будет. Накрутил на всю на приеме. Ну, да, заметно, заметно. Почти 60. Ну, я... Да, ну, нахрен греть его. Че там у тебя с погодой-то? Снег кончился. У нас дождик покапал, вроде ничего сейчас нету. Ну, ветер сильный, зараза. Я гляжу, эти... Оттяжки, блин, кидает неплохо. Три градуса тепла, 3,1. Да, да, ну, в принципе, такая же погода. Снег, он сразу отстал. Дождик был, вот так, не сильно, правда, но был. Ну, и ветер, действительно, не сказать бы, что слишком сильный, но неприятный ветер. Вот я на улице был в кепочке, до тыла продуваете, до магазина ходил. И температура плюс 3,6. Inbound, South Chalks. Начинаем с ВМС 5000, без ограничений. Скорость 270 узлов и 120. 65, 68, 102. Спасибо, хорошо. 60 узлов. 40. 238. Any direct available? Вот идет интенсивный радиообмен в авиадиапазоне. Что-то принимается послабее, что-то посильнее, но вот очень хорошо слышно. Тот же самый авиадиапазон. Ну, вот радиолюбители пока что-то молчат, можно самому попробовать позвать, но это, понятное дело, вряд ли кому-то, кроме меня, будет интересно. Вот. Так что вот так. Понятное дело, что здесь антенна имеет минимальнейший КСВ, и вот вам, пожалуйста, графики этой самой антенны. То есть, все очень-очень-очень-очень-очень-очень даже замечательно, очень приятно и здорово. Вот так. Ну, что, господа, в общем, вот так вот все. На самом деле, очень коротко и просто. Конструкции антенны без проблем можете найти. Описание в интернете. На самом деле, она была и описана и в журнале, и радиоконструктор, и много где еще. Конструкция известная. Просто ищите. 2,5 лямбда. Наука в этом. Вот и все. И все очень просто. Единственное отличие от классической конструкции, там 32 миллиметра, кажется, диаметр нужен был. Мне удалось найти только 25. Ну, просто потому, что очень удобно оказалось вставлять 16-ю трубку алюминиевую в аккурат 16-миллиметровый внутренний диаметр 25-й водопроводной трубы. Ну, и, соответственно, просто пересчитал, так сказать, моточные данные для катушек. Все очень просто. Ну, то есть, немножко поменялся шаг. Также осталось те же самые 3 и 5 витков. Просто чуть-чуть изменился шаг на мотке. Вот и все. И там расстояние между витками получилось, по-моему, 30 и 35 миллиметров. Вот и все. То есть, конструкция очень легко собирается, но без анализатора ее достаточно тяжело настроить. Очень рекомендую. Действительно, хорошо и эффективно работает антенна. Конечно, это не яги, которая была бы вообще прям, ну, обалденна. Вот. То есть, не волновой канал с остронаправленным резонансом, с очень хорошим усилением. Вот. Это, конечно, было бы здорово. Ну, а в принципе, ничего страшного. Мне даже поинтереснее иметь, так сказать, обзорную такую антенну на все стороны. А чтобы была равна, так сказать. Ну, и, конечно, расширив себя радиогоризонт, я, ну, сами все слышали, да, открыл для себя радиообмен практически на всю область. При хорошем прохождении пойдет еще и все соседние области на УКВ. И до кучи еще и, может быть, удастся провести связи на ВЧ-диапазонах на коротких волнах. То есть, может быть, даже десятка приоткроется. Ну, как говорят опытные радиолюбители, это надо ждать мая уже. Там тогда прохождение будет все лучше и лучше. Ну, и, конечно же, летом, там, в июне, близко к самым длинным дням, прохождение будет вообще отличным. Так что ждите новых видео. Ну, а пока небольшой анонс на будущее. В ближайшее время будем вешать антенну. Новую антенну, коротковолновую. О ее изготовлении этой антенны, конечно же, будет снят новый фильм. Может быть, кто-то для себя подчеркнет что-то интересное. Мне тут выкатили претензию, мол, много воды и не показываешь процесс, собственно, самого создания. Окей. Окей. Если действительно кому-то интересно, пишите об этом в комментариях. Покажу процесс. Постараюсь показать процесс максимально наглядно и без лишней воды. Будем делать многодиапазонную коротковолновую антенну. В планах приблизительно 20, 40 и 80. Точнее, даже не приблизительно, а абсолютно точно 20, 40 и 80. Ну, а там, может быть, куда-то еще резонансы попадут. Но, в любом случае, как бы то ни было, буду рад новым подписчикам и новым комментариям. Задавайте вопросы. Здесь был Роман Третий, Павел Леонид Николай, он же Бутылкус. Всем спасибо за просмотр и пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok